Hello! Our topic today is clauses или сложно подчинённые предложения. Our plan is to speak about what a clause is, then to speak about time clauses, and to speak about clauses of purpose and clauses of result. So what is a clause? To answer this question we need to look at a structure of an English sentence. For example, an English sentence author Conan Doyle is the author who wrote Sherlock Holmes. Here we have two clauses, a main clause and a relative clause. The main clause is author Conan Doyle is the author, and who wrote Sherlock Holmes this is a relative clause. Let's start with time clauses. Time clauses, то есть сложно подчинённые предложения времени. Which linking words can we use with time clauses? These are linking words while, в то время как, after, после, until, or till, то есть до какого-то момента, as, when, and whenever. Also, once, as soon as, as long as, by the time, и так далее. И так далее. Какие времена мы, грамматические мы можем использовать в сложно подчинённых предложениях времени? Let's look. We can use present simple. For example, by the time we get there, the film will have started. То есть к тому времени, как мы куда-то доберёмся, фильм уже начнётся. Несмотря на то, что мы говорим о будущем, то есть мы доберёмся туда в будущем, мы используем настоящее время, потому что, собственно, только настоящее время может использоваться в в предаточных предложениях времени. Кроме present simple, мы можем использовать другое настоящее время. Present perfect. For example, as soon as we have got there, we will call you. Как только мы туда доберёмся, опять же, в будущем, мы тебе позвоним. Опять же, несмотря на то, что мы говорим о будущем, мы туда доберёмся, мы используем настоящее время. Потому что здесь, в данном случае, present perfect используется, когда мы говорим о каком-то результате. Мы туда доберёмся, это какой-то результат. То есть нужно запомнить, что в предаточных предложениях времени, то есть после всех вот этих вот слов by the time, once, when, которые мы с вами уже увидели на прошлом слайде, мы будем использовать только настоящие времена. Либо present simple, либо present perfect. Тем не менее, бывают такие ситуации, когда в предаточных предложениях мы будем использовать будущее время. Когда же это произойдёт? So, future tenses into clauses. When we have such words or phrases as I don't know, I doubt, I wonder, I'm not sure, with if or whether, we will use future tenses. То есть я не знаю, если. То есть я не знаю, поеду ли я куда-то. Или там я не знаю, я сомневаюсь, что я поеду куда-то. Или я раздумываю, поеду ли я куда-то. Или опять же, I'm not sure, it's a syndrome of I doubt, я не уверена, поеду ли я куда-то. И после слов if, whether, мы можем использовать будущее время. For example, I'm not sure whether I'll come to work tomorrow. Здесь, наверное, стоит обратить внимание на слово weather, которое является синонимом if, которое очень похоже на слово weather погода. Но, тем не менее, пишется оно по-другому. Следующий тип сложно подчинённых предложений это сложно подчинённые предложения цели. So, clauses of purpose. Какие же слова связующие могут использоваться в таких предложениях? These are the phrases to, in order to, or so as to. For example, he is taking a photo to post it on Instagram. То есть он фотографирует для того, чтобы запостить это фото в Инстаграме. Or he is taking a photo in order to post it on Instagram. Next one is so that plus can or will. So, he is taking a photo so that he will post it on Instagram. То есть та же самая идея, он фотографируется, чтобы запостить это в Инстаграме, может выразиться с помощью вот такой структуры. So, that plus will. One more is with a view to with the aim of and here we use the gerund. For example, he is taking a photo with a view to posting it on Instagram. Or he is taking a photo with the aim of posting it on Instagram. значение то же самое, то есть он фотографируется с той целью, чтобы запостить это в Инстаграме. Next type of clauses is clauses of result. Или сложно подчиненное предложение результата. И какие фразы могут использоваться в подобных придаточных. So, clauses of result. We can use the phrase that as a result, as a consequence. Consequence – это последствия. Тоже синоним слова результат. Or consequently, so, or therefore. For example, the photo was blurry, therefore he didn't post it. То есть фотография была размытой, и поэтому он ее не запостил. То, он ее не запостил – это результат того, что фотография была размытой. Вместо слова therefore мы можем поставить любое слово из этого списка. Например, the photo was blurry, and as a consequence he didn't post it. or the photo was blurry, as a result he didn't post it. One more structure is such plus adjective plus noun plus that. Let's look. It was such a blurry photo that he didn't post it. То есть это было такое размытое фото, что он его не запостил. Next structure Next structure plus a lot of plus a noun plus that. Example He had such a lot of work that he didn't have time to post a photo. у него было так много работы, что результат у него не было времени выложить фотографию. Next one. So plus adjective or adverb plus that. For example He was so tired that he went to bed early. То есть он был такой уставший, что в результате пошел спать рано. если мы хотим использовать вместо прилагательного какое-то наречие, то есть нам нужно сказать, что человек что-то делал как-то и это привело к какому-то результату. Например, он ехал так быстро, что приехал домой рано. For example He was driving so fast fast в данном случае это наречие that he came home early. Next structure is so plus few or few or many or much and a noun plus that. Тут нужно вспомнить, что слова little and much используются с неисчисляемыми существительными, например, work and few and many используются с исчисляемыми существительными, например, apples. So, he had so much work that he was very tired. У него было столько много работы, что он был уставшим. Или можно сказать, что он нёс так много сумок, что он был уставший. тогда мы будем использовать вместо слова much, мы будем использовать слово many. He had so many bags that he was very tired. One more structure. So, plus adjective, plus an article, plus an noun, plus that. For example, he was so good a photographer that everybody loved him. То есть, он был настолько хорошим фотографом, что все его любили. Или он был настолько красивым мужчиной, что все на него смотрели. He was so handsome a man that everybody looked at him. Итак, сегодня мы с вами поговорили о сложно подчиненных предложениях, а также о словах, которые связывают главное предложение и предаточное предложение, а также о том, какие виды предаточных предложений бывают в английском языке. See you next lesson!